Насколько я могу судить, Каримов играл большую роль в таджикских делах. Он играл большую роль в таджикских делах как потому, что там много узбеков, так и потому, что он рассчитывал, видимо, на какие-то дивиденды, в смысле Таджикистана, так и потому, что он считал себя главным знатоком всей этой ситуации. Назарбаев, да, но Назарбаев – Казахстан, это не считается среднеазиатская страна. Вот. И мне рассказывали наши товарищи, которые этим занимались, что Ельцин ориентировался на Каримова. Ориентировался на Каримова. Значит, роль Узбекистана была высокая. Какая это была роль? Я думаю, на первых порах, на первых месяцах это была отрицательная роль. Я так думаю. Отрицательная роль, и вот даже некоторые таджикские друзья мне говорили, что поджег войну Узбекистан. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, но Рахмонов, опять-таки, по таким моим субъективным данным, был избран благодаря узбекам. Но их там тоже, можно сказать, провели вокруг пальца, потому что там был Санджак со своими бандитами, да, поэтому трудно было не пойти им навстречу. Но я думаю, что у Узбекистана был план, давай, пускай кулябцы там грязную работу сделают, они люди, что называется, соответствующие, и во время Советского Союза они же, они были как бы силовыми структурами. Вот. И я нахожу подтверждение этого в том, что после этого узбеки часто мне говорили, надо сместить Рахмонова, надо убрать Рахмонова, да. И у меня возникло подозрение, что они считали, что Рахмонов не отработал, вот, то доверие, в кавычках, которое было оказано Узбекистаном. Вот на первых порах, я думаю, что это 93-й год, так, если грубо говорить, позиция была такая. Потом Узбекистан и Каримов сменил эту позицию, сменил эту позицию в пользу мирных переговоров между правительством и оппозицией. Почему он сменил? Я так думаю, по нескольким причинам. Во-первых, дела в Афганистане приобретали такой характер, что кулябцы потом бы всем командовали, и вряд ли это нравилось бы Каримову. Но, с другой стороны, Россия очень активно выступала. Мы вот тогда сумели впервые после падения Советского Союза, развала Советского Союза, организовать встречу всех, что называется, участников, ну, там, кроме Ниязова, да. Мы выхватили не, так сказать, инициативу поджигательскую, а мы стали навязывать, навязывать, я думаю, что это правильное слово, навязывать мир. И когда на заседании, вот на этой встрече президентов было сказано, что они выступают за диалог между правительством и оппозицией, уже с этого момента Узбекистан и Каримов, они вели четко линию на договоренность и способствовали этой договоренности, вот по моим, что называется, данным. Способствовали договоренности также потому, что и после этой встречи Рахмунов не пошел на переговоры. Там были всякие предлоги, мол, у этих руки по локоть в крови, мы не будем разговаривать с такими-то. Оппозиция говорила, мы не будем разговаривать с Душанбе, потому что Душанбе пляшет под дудку Москвы, мы будем разговаривать с Москвой. То есть была вот такая сложная ситуация, и я думаю, что будет закономерно сказать, что за стол переговоров таджиков посадила Россия. Посадила Россия, я летал тогда в Тегеран, чтобы с там Туранжонзада и другими договориться. Мы, они тоже сказали, что они согласны на переговоры с правительством, до сих пор они говорили, что нет, с лакеями Москвы мы разговаривать не будем. Я им говорю, если они были бы у нас под контролем, мы бы уже давно вели переговоры с вами. Так что нас тут, так сказать, нельзя в этом обвинять. Вот. И усадили за стол переговоров после некоторых тяжелых, что называется, вещей. На самом начале переговоров Козырев, министр иностранных дел, сказал, что Россия не поймет, если кто-то из сторон встанет из-за стола и продолжит военные действия. Так что мы не только усадили за стол переговоров, но и старались постоянно их держать под этим контролем. И тем не менее, несмотря на все, переговоры продолжались три года. Переговоры продолжались три года, потому что слишком тяжелые были раны. Раз. А с другой стороны, оба партнера, так если можно сказать, и правительство, и оппозиция, они использовали силу также для того, чтобы каких-то добиться результатов на переговорах. Так что это было вот такое сочетание. И каждый раз, когда там начиналась буза военная, мы выступали, говорили, нет, надо кончать огонь, перемирие и так далее, и так далее. В конце концов, как вы знаете, в 97-м году в Москве, в Москве начались переговоры, и в Москве они были завершены, было подписано вот это соглашение, по которому делился властью Рахмонов не только на правительственном, но и на местном уровне. Потом было объявлено, боевики прежние вошли в состав таджикских сил. То есть, само соглашение, на мой взгляд, было подходящее. Само соглашение было подходящее. И оно, это соглашение, открывало дорогу для преодоления вот того главного противоречия, о котором я говорил, кланово-регионального. На путях демократизации, на путях примирения. Но, к сожалению, Рахмонов, опять-таки, взял курс не на примирение, не на демократизацию, а всё-таки на то, чтобы подавить. Начал отыгрывать назад всё, что он, как говорится, дал. Я не знаю, до какой степени он отыграл назад, потому что всё-таки исламская партия там существует. Единственная была страна среднеазиатская, когда исламисты были допущены в правительство. Но, тем не менее, он потом потихоньку всё это опять подобрал. И, я думаю, там были и репрессии, и людей убивали, и уезжали они за рубеж, и так далее. По сути дела, вот этот выбор в пользу диктатуры, а не примирения, не демократизации, а авторитарного, сделал ситуацию в Таджикистане снова такую, что нужно как бы во второй раз тем же самым заниматься. То есть, примерять различные группы, общества и так далее, каждый из которых пользуется влиянием в Таджикистане.